...давать на стену. Например, наскальная живота, найденная в пещере Альтамира в Пании, считается шедевром древней культуры. Только задумайтесь, это было приблизительно 12 тысяч лет назад. В мифах и в обрядах пещеры часто представляются местом концентрации живопожных... Прямо вот так. ...вещая тараху, где посещаемые возрождаются в духовном смысле, где души видят небесный свет. В тюркских саданиях пещера была местного рождения первого человека. На Емайе, в центральной местности, многочисленные пещеры, в стране, в зиму, регулярно использовались для ритуалей культуры. Там, для аналогов, например, жертвенные сосуды во имя Бога дождя. И даже раннехристианские храмы изначально находились в пещерах. Затем этот образ перешел в башни пыль. В христианской иконографии из-за емских лет изображается в виде скального гроба. Усыпальница Иисуса Христа также представляет собой гробницу пещеру, высеченную в скале. Природа, которая специально для человека создавала пустоты в верхней части земной карты. Выходи, а бабушка тебя будет снимать. Я сам снимаю. Да. Слышь, ты все. Йоу. Ух. Сколько льда тут. Много льда. Океан также подтачивал бегами прибежные скалы. Черт, хоть на санках катайся. Мы уходим. Я это вот так вот выглядели. Пожалуй, самым распространенным видом являются кастовые пещеры. Они образуются, когда мелкие капли воды растворяют углекислый газ в воздухе. И получившаяся кислота постепенно растворяет мельк в горные породы. Черт. Ледяные пещеры занимают особое место в воде классификации. В некоторых случаях лед образуется при замерзании воды. Всем спасибо за просмотр. Удивляйтесь. И всем пока.